— Моя история из жизни, наверное, похожа на сотни таких же рассказов. Всё началось с того, что наш сынишка как-то незаметно вырос и привёл домой невесту. В принципе, в двадцать лет это совершенно нормальный поступок. Вот только я как-то оказался не готов к появлению в доме милой девушки. Видимо, её приход совпал с периодом, который в народе изысканно величают, бес в ребро. Как бы то ни было, Вероника оказалась настоящим лучиком, который осветил мою жизнь. Девушка мне понравилась с первой минуты, было в ней что-то, что сильно напомнило первую жену. К этому времени я уже долго и не то чтобы счастливо жил со второй супругой. Непосредственность, детское любопытство, доверчивость и открытость заставили вспомнить меня далёкую юность и уронить пару слёзен сентиментальности. За праздничный стол я усадил Вероничку рядом с собой и старательно ухаживал за молоденькой леди. В результате оказалось, что она учится не с Павликом, живёт с мамой и старшим братом, любит художественные галереи и музеи, ненавидит большие цветочные букеты и мягкие игрушки. За ночь в голове созрел план покорения сердца девушки. Я сообщил на работе, что отправляюсь на деловую встречу, а поскольку сам являюсь большим боссом, то проверять эту легенду никто не стал, дождался девицу-красу около дверей вуза, пригласил на выставку картин. Милая Вероника согласилась. Меня художественные полотна не привлекали с самого детства, так что первое время я отчаянно скучал, а потом начал любоваться личиком спутницы. На нем читались все эмоции, которые вызывали картины. И это было интереснее любого шоу. Наконец, экспозиция закончилась, я пригласил девушку пообедать со мной и получил согласие сходить в ближайшую пиццерию. В таком формате общепита я не был уже очень давно, и как-то неожиданно ощутил себя нищим студентом, получившим долгожданный перевод от родителей. Мы попробовали множество блюд, девушка расслабилась и перестала называть меня по имени-отчеству. Вечером я честно проводил девушку домой, поцеловал ей ладошку и удалился грезить о новой встрече. На следующий день ситуация повторилась. А еще через пару недель мы встретились уже просто так, Павел в это время с моей супругой отправился в загородный дом отдыха отдохнуть от учебы и плохой погоды. Нудный дождь сыграл на руку и мне. Гулять по улицам было мерзко, так что мы отправились ко мне домой. Я заказал обед, мы мило посидели, поговорили, посмотрели телевизор. Постепенно девушка совсем перестала меня пугаться, а потом настал день рождения моего брата. Веронику пригласили на празднование, моими усилиями, на правах будущего члена семьи. И вот тут я оторвался, быстренько споил Павлика, слегка подпоил Веронику, оставил жену помогать по хозяйству с ночевкой, а сам повез молодежь укладываться спать. Павла мы изгрудили в его комнате, а сами отправились на кухню пить чай. Пока Вероника ставила чайник и доставала кружки, я следил за порхающими движениями девушки, а потом решил приступить к более активным действиям. Подошел сзади, обнял, дотронулся до мягкого. Девушка замерла, потом стала как-то неуверенно обороняться. Меня это только позабавило. Я развернул девушку к себе лицом, впился ей в губы, одновременно вытаскивая рубашку из джинсов. Она напрягла руки, пытаясь меня оттолкнуть, но безуспешно. Я уже почти добрался до пуговиц брюк, как неведомая сила развернула меня. Я увидел бешеное лицо сына, летящий кулак и быстро приближающийся пул. — Павлик, я не хотела, — сквозь шум в ушах донесся голос Вероники. — Я знаю, я все видел. Пойдем я провожу тебя домой, а потом разберусь с этим старым ловеласом. Дверь за ними захлопнулась, и я остался один на один с распухающим глазом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова